Они скупают желатин тоннами, варят пластилин с парафином, кисти споласкивают в чае и садятся на палитру обязательно в новых штанах. Их вечные валерно и на нюансах никто не понимает, как и тягу к бессонным ночам в мастерских. Сегодня, 8 декабря, свой профессиональный праздник отмечают художники. Сегодня 10 декабря, это значит День художника, это мой профессиональный праздник. И мне бы хотелось поздравить всех тех, кто выбрал своим орудием труда кисть, графит, холст, этим героическим людям. И вопреки мнениям обывателя, мне бы хотелось сказать, что это действительно непростая профессия, исторических примеров этому достаточное количество. Поэтому всем удачи, терпения, дружи мои, братья по оружию. Я очень счастлива, что Бог наградил меня именно этой профессией. Будьте здоровы. Все они не от мира сего. В мастерской у них ужасный беспорядок и живут они, как правило, в нищете. Классический образ художника и самый живучий стереотип об этой профессии. Но в 21 веке их имидж изменился, как и само искусство. В Нижнем Новгороде, например, творит нейрохудожник. Антон Анисимов в буквальном смысле заставляет оживать уличные граффити и фотографии вековой давности. В какой-то момент я показал, что муралы, уличное искусство – это тоже часть нашей истории, более близкая к нам. Но, тем не менее, мне на глаза попался очень красивый мурал недалеко от дома. И там были нарисованы настолько энергичные в моменте ребята, что мне захотелось, чтобы барабанчик пропустил барабанную палочку. И я это сделал. Ну, дальше пошел, поехал. Вместо холста – электробудка, вместо кистей – баллончик с краской. Так творят свои шедевры художники из Красноярска. Граффити из уличной мазни превратились в отдельный вид искусства. Так, например, работа уличного художника Бэнкси была продана на аукционе за 25 миллионов долларов. Не каждый шедевр классиков столько стоит. В этот день по всему миру проходят выставки, инсталляции и мастер-классы. Художники общаются с людьми и рассказывают о себе. И, конечно же, о своей необычной профессии.